Друзья, всем привет! Вы на канале Калининград Инсайт. Мы с вами находимся около городской детской поликлиники номер 6 в Калининграде. Это вот на Горького, рядом с Гайдаром. Недавно власти, ну как недавно, где-то примерно месяца два назад построили для посетителей этой поликлиники, построили платную стоянку для посетителей этой поликлиники. У нас сегодня ветрено, не знаю, как там будет слышно, как справляется моя ветрозащита. Вот мы сейчас посмотрим, пройдем на эту стояночку, посмотрим. Нет, это не она, это такая... Итак, стоянка бесплатная перед домом. А платная стоянка, она вон там вот, дальше видите, да? Вот, и в чем вся прелесть этого самого? Вот эту площадочку, эту стояночку делали, заплатили 33 миллиона из городского бюджета. Таких стоянок у нас по городу несколько, как сказала Дятла. Ну, видите, она сейчас пустует. Да, сегодня суббота, 10 августа. Может быть, еще не все там приехали. Ну, вот сколько я не езжу в последний месяц, вот она пустует, эта стоянка. Она не нужна посетителям, да? Не нужна кому-то. Вот одинокие машины ставят здесь, и все. Хотя, вроде, там какие-то льготы обещали для посетителей поликлиники. Ну, тем не менее, вот, участочек сделали, денежки выкинули из бюджета. А нужно или нет, судите сами. Знаете, тут двоякое чувство. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы машины стояли у нас цивилизованно, не бросались там во дворах. Да, но с другой стороны тоже нужно же думать, продумывать, востребовано это будет все или нет. Видите, стоимость 70 рублей в час. Чуть-чуть увеличу, чтобы вам видно было, да? Ну, вот такая вот стоянка у нас есть. Ну, тем не менее, я иду дальше, на работу. Добираюсь, как всегда, на перекладных. Ну, посмотрим с вами заодно на Гайдара. Вот это вот у нас огромнейший такой торговый центр. Не помню, как-то, Балтийская как-то она называется. Ну, я захожу сюда редко. Дальше у нас Бау-центр. Друзья, у нас сегодня очень ветрено. Нашел закуток, в котором ветер не так достает. И скажу, что нас продолжает тормозить YouTube в России, поэтому выкладывать туда как-то, не знаю, есть смысл или нет. Поэтому ищите меня на Дзене, платформе и Рутубе. Всем пока!